Так, вот вопрос про социализм. Вообще, что такое социализм? В чем отличие капитализма и социализма? Есть одно самое главное отличие. Это собственность. Значит, собственность в социализме, она не может быть частной на средства производства. При капитализме может быть частная собственность на средства производства. Более того, свойство капитализма это в том, что незыблемость частной собственности. Там все строится именно на зарабатывание частной собственности. Вообще, есть вот либеральная система, свободная. Для свободной системы необходимо, чтобы была частная собственность. В социализме, радикальный социализм, это когда надо вообще все сделать, обобществить. В том числе, жен, коров. Короче, все обобществить и все общее. Это работает крайне хреново, а вообще на самом деле не работает. То есть там, по примеру, как допустим в муравейниках. Вот муравей, он как бы не является субъектом, а вот муравейник, он является субъектом. И по аналогии, там допустим, стадное существо, как человек. Что человек, он сам по себе, ну как бы, мало что значит, а вот как бы то общество, в котором он живет, это как раз и как бы все общее. Крайне хреновая система. Дело в том, что человек это не муравей. У человека побольше разума. Понятно, что один человек, он не может выжить, да, там дать потомство. Но при этом обобществовать все нельзя. Здесь вопрос, где граница между, что является частной собственностью, и что нельзя обобществовать ни в коем случае. А что необходимо обобществовать для того, чтобы было развитие. Вот Попов, здесь есть ответы на вопросы. Господи, профессор Попов, он рассказывал в одном из видео, я сейчас сходу так не нашел. Значит, он говорил о том, что есть мелкие буржуа, средние буржуа и крупные буржуа. Ну, крупные это олигархат. А средние это, ну, кулаки, да, там, в прошлом были. Те, которые же держали в кулаке всех. Это, в основном, владельцы местной, мукомольной этой. В общем, туда, куда сдавали зерно, мололи муку. И у каждого, каждый не мог построить, это дорого. И держал это один человек. И этот один человек, он закупочные цены устанавливал такие, какие хотел. И вот как раз вот эти мукомольные, их необходимо обобществить, потому что это вот общественная собственность. Иначе один человек начинает диктовать условия, подчиняет себе остальных людей. А это несправедливо. То есть, это приводит к обнищанию вот всех остальных и увеличению доходов этого одного. Вот это кулаки. И кулаков как раз раскулачивали. Кроме того, они за счет заработанных денег скупали земли и вгоняли еще в кредитное рабство своих, так сказать, односельчан. Такая система капиталистическая, средняя буржуя. Вопрос про мелких буржуев. А мелких буржуев нельзя трогать ни в коем случае. Потому что частное производство, небольшое, маленькое производство, оно как раз дает разнообразие продукции. И когда вот как раз при Хрущеве там все обобществили, да, там все отняли, национализировали. И то, что было вот в коллективных хозяйствах сделали де-факто собственностью государства. В том числе прачечные какие-то мелкие, блин, подсобные. Короче, все отняли у людей. И это крайне хреново. Очень негативно на экономике. На экономике и на социальной сфере отразилось. Потому что есть крупное производство. И там необходимо, чтобы это была либо государственная собственность, либо общая долевая собственность. Понятно, что в те времена не было блокчейна. И поэтому централизованное управление там в виде государственных органов, бюрократия. Но при всем при том, власть бюро, да, там, власть бюрократов централизованная. Но она даже лучше получалась там, чем олигархическая, частная. Так вот, во времена Хрущева, когда мелких буржуа раскулачили, то это был полный трэш. То есть, вот тогда реально продукция, 90% разнообразия продукции, оно исчезло. Осталось много однообразной продукции. Это хреново. Сразу отмечу. Буржуа это те люди, которые нанимают людей для работы. То есть, это те, кто нанимает людей на наемный труд. А пролетариат это как раз те люди, которые нанимаются работать за деньги. То есть, они не являются собственниками. Они просто работают за деньги и отчуждают свой труд. Значит, наемный труд, он должен быть. То есть, невозможно сделать систему, где не будет наемного труда совсем. Значит, это утопия. Социалистическая утопия. Так вот, чем средний буржуа отличается от мелкого буржуа? Отличие состоит в том, сколько наемных сотрудников. Значит, мелкий буржуа это там, где трудовой вклад семьи больше, чем трудовой вклад наемных сотрудников. А средний буржуа это там, где трудовой вклад семьи меньше, чем трудовой вклад наемных сотрудников. Вот здесь как раз и проходит граница. Да, тут сразу возникает вопрос, а в чем измерять трудовой вклад? Ну, вот мы измеряем там в учетных единицах, ну, в рублях. Это не сколько человек получил, да, а сколько он вложил. Ну, то есть это рыночная цена всегда. То есть сколько стоит вот эта работа. И понятно, что когда мы говорим про семью, ну, домохозяйство, там, как угодно. Семья может быть большая, но семья, она по родственным принципам. То есть это кровные, там, дяди, тети, там, дети. То есть, по крайней мере, раньше, в древние времена, там были семьи, хутора. И там, каждая деревня, это была целая семья. Вот. Ну и... Вот. Собственно, в этом отличие буржуа мелких от средних. Ну, а крупных, там уж понятно, что крупный капитал, который превращается в олигархический. И потом зачастую он становится монополистом. То есть возникает власть монополистов, власть олигархов, да, там, олигархия, там, олигополия. Вот. И еще срощенное с государством, да, становится там уж совсем. То есть понятно, что это при любой системе, и капиталистической, и социалистической, это очень плохо. И, собственно, в этом плане, в том же США, социализма больше, чем в той же России, да. То есть когда идет срочная власть и крупный капитал, там, в том числе банковский капитал. Ну, собственно, вот на этом и все. Мелких буржуа ни в коем случае нельзя трогать. А средних буржуа как раз нужно раскулачивать. Без рынка, кстати, тоже невозможно. Любая плановая экономика, она необходима, чтобы был рынок. Никакая система распределения вторичного распределения без рынка не существует. Рынок всегда необходим для того, чтобы определить предпочтение людей и цену. Никаким другим способом цену определить, кроме рыночных, невозможно.